С добрым утром, мои дорогие! Глазки сегодня я утром открыла, проснула, смотрю в окошко солнышко, солнечные лучи. Значит, сразу же, как-то весенние уже погода. Если и заморозчу, то все равно же, когда солнышко начинает потаять, и ручи, мои дорогие. И в такую погоду есть сразу какие-то планы, что-то чем-то себя занять. А чтоб не лезли в голову дурные мысли, и занять себя, как говорится, в такое время. Ну что я сегодня себе, какой план с утра напланирован? Ну с утра вот такое я себе. Конечно, сейчас завтра приготовлю себе и маме. И потом я сегодня решила отгенералить свой холодильник, мои дорогие. Так что с утра хочу вот такой послезавтрака заняться вот таким делом. Давно я с вами не делилась своими рецептами. Что я готовлю себе, что ж я кушаю. Вот сегодня решила, думаю, дайте я вам покажу. Вот на завтра приготовила сырник. И, конечно, вы уже этот рецепт знаете сырников. И к сырникам сегодня приготовила сгущёнку. Сгущёнку с фиником. Давайте кратко расскажу, как я приготовила себе эту сгущёнку. Взяла я финики, отделила от косточек. Размягчила в тёплой воде. И переложила в чашу блендеры. И залила немножко сливками. И всё вместе сбила до однородной массы. И получился такой крем. И перелила маленькую кастрюлю. И нагревала до первых пузырьков. Конечно, постоянно я перемешивала, мои дорогие. И сразу же выключила, когда пузырьки появились. И остудила. И вот буду сейчас сырниками завтракать, мои дорогие. Я сразу же на два дня приготовила. Мои дорогие, а вы готовите сами какую-нибудь сгущёнку? Поделитесь в комментарии. Вот у меня сегодня вот такое сгущёнка. Между прочим, не больно калорийно получается. И вкусненько. Всем вечерний привет. Я вечером приехала. Сегодня вечер пятницы. И я приехала закупиться продуктами. Чтобы не оставлять это на завтра, на субботу. В субботу обычно большие очереди на кассах. Потому что в воскресенье у нас уже всё закрыто. Решила сегодня всё-таки этим заняться. Хочу сказать, что если я зайду в магазин и увижу какие-то подозрительно пустые прилавки. Прям там нет какого-то товара. Я подключусь к вам и всё это покажу. Потому что я смотреть не смотрела это видео. Но я видела анонс видео у блогера в Германии, дядя Серёжа. Мне кажется, многие его знают. Так, что-то я темнею или что? В общем, у него новое видео вышло. Я так поняла по анонсу. Да, он показывает пустые прилавки в Германии. Но само видео я не смотрела. Вот сейчас я сама это увижу своими глазами. Если ты увижу, то я вам тоже покажу. А приехала я в магазин Lidl. Вот, посмотрите. Так, вот значок Lidl. Кто живёт в Европе, тот узнаёт сразу этот значок. Ну вот первая витрина, вроде которая попалась мне, пустая. Но это витрина с фруктами. Мне кажется, это связано больше с тем, что сегодня вечер пятницы. А не с чем-то другим. Здесь должно стоять киви. Как вы видите, киви нету. А так всё остальное вроде есть. Идём дальше. Прилавок с акционными товарами пуст весь. Но не весь. Вру-вру-вру. Половина есть, другая половина пустая вся. Но тоже, мне кажется, связано с тем, что сегодня вечер пятницы. Потому что товары не такой уж первой необходимости. Идём дальше. Знаете, я вроде настроена как бы позитивно. Не хочу даже думать в негативном ключе. Но всё же вот такие пустые холодильники настораживают. Да. Вот тут уже есть. Да. Что должно было быть здесь? Пита. Ну, готовые блюда. Типа такого, ну, как выпечки готовые. Там пицца, туда-сюда. Вот это должно было быть здесь. Меня уж то разобрали. Ну, может, потому что акция была. Видите? Поэтому. Слушайте, как-то раз в гостях я объелась вот такими замаринованными сладкими перцами красными. И они мне настолько понравились. Так было вкусно. Но когда я купила домой, они у меня испортились холодильники. И это я к тому, что я открыть открыла, но не стала есть почему-то. А мне было уже невкусно. А в гостях я полбалки точно, наверное, съела. Вот почему такое бывает, что одни и те же продукты иногда в гостях кажутся вкуснее. У меня, кстати, это не впервой. И это только продукт в пример могу взять. Вот о чем я была уже наслышана. Так это да, я убедилась своими глазами. Вот здесь должна была стоять мука пшеничная. И здесь ее нет. Это сахар. Сахар должен был стоять здесь. Вот он. Сука. А мука здесь обычно такая большая гора стоит. И ни одной упаковки. Вот это да, нету. Ну и снова, как в прошлом видео, я хочу сказать. В прошлом видео я была в Каупленде, а теперь в Лиду. Нету ни одного масла, кроме оливкового. Стоят только оливковое масло. А вот рапсовое масло, подсолнечное, ни одной бутылки. Жаль. Очень-очень жаль. Ну что, вышло. Я из магазина закупилась. Хочу подытожить мой поход в магазин. В общем-то, я не увидела особо пустых прилавков, чтобы прям так уж пугаться. Ну да, вот подсолнечного масла нету. И муки пшеничной. Потому что все это транспортировалось, импортировалось в Германию, из России и из Украины. Соответственно, из-за такой ситуации в мире мы побудем без муки и подсолнечного масла. Но мне кажется, это не самое страшное, что может с нами случиться. Я в этом плане на самом деле стараюсь держать покой, холодную голову, потому что все то же самое я видела во время кризиса, пандемии с коронавирусом, с ковидом. Люди сходили с ума, все скупали. Прилавки там действительно были пустые. Я тогда видела сама прям своими глазами все консервы, муку, все рис. Ну вот такую бакалею, знаете, бакалею, которая долго не портится. Народ скупал коробками, ящиками, пачками, десятками пачек. И поэтому все сложилось, все умиротворилось. Я сейчас тоже верю в светлое будущее, что все будет хорошо, что когда-нибудь все это дело закончится. Мы заживем, задышим свободно. Да, и не настраиваю себя на негатив в этом плане. Без продуктов голодными уж точно не останемся. Гречка всегда будет, вода всегда будет. Ничего, стройнее будем, как говорится. Позавтракали и взялась я свою планированную работу. Погенераль свой холодильник. Всю продукцию я вытащила, мои дорогие. Даже из морозильной камеры си ящики вытащила. Конечно же, я вам не буду снимать, показывать, как мыть внутренний час с холодильник. Вы это и без меня знаете. Не буду умничать. Только одно хочу сейчас показать и спросить, задать вам вопрос. Конечно же, сейчас мне это стыдно показывать. Мне сейчас, наверное, комментарии писать будут, осуждать, но все равно я решила показать. Сначала хотела помыть и думать, дай-ка сниму, спрошу, покажу, мои дорогие. Вы часто выдвигаете из постоянного места холодильник. У меня не часто получается. Честно признаюсь, полгода раз, наверное, если даже не больше так. Смотрите, какой пыль собирается. Даже какая разница между трубами. Вот здесь как бы труба, здесь холодильник уже стоит. Даже разница в поле, так скажем. Здесь вот блестит. А здесь вот такой пыль собирается. И у меня получается полгода раз. А вы часто выдвигаете? Или я такая только грязнуля, что я такая лентяйка, что часто не выдвигаю из как бы свой холодильник. Из-под шкафов часто я мою. Вот как бы всех вытаскиваю и мою. Вот почему-то холодильник я как бы полгода раз. И вот такой грязь собирается. Напишите. Вы часто? Или я только такая неряха? Всем привет из субботы. Мы выехали с всей семьей на прогулку. Вот Игорь с Данилкой. А вот Софика. Вот она вам привет говорит. С самокатом. Со самокатом. Приехали мы на прогулку в город Нойфен. Он от нас в 12 километрах. И в этом городе находится замок Хоэн Нойфен. Называется. Мы здесь гуляем не впервой. Я частенько. Ну, раз пятый, наверное, где-то вот так вот приезжаем. Здесь гуляем. Я в каком-то видео уже даже показывала этот замок. Как он выглядит. Как выглядит высота. Вот мы только сейчас поднимаемся к нему. Только вышли из машины. И здесь такой ветруган. До того, как сюда поехать, мы гуляли у нас сначала. Софика решила сначала пойти в игровую площадку. Немножко там поиграть. Так у нас, в нашем городе, прям хорошая погода. А сюда приехали. Такой ветруган. Все натянули капюшоны. По крайней мере, у меня у нас два капюшона от моего свитшота и от моей куртки. А Игорь у нас, как всегда, без шапки. Он не носит у нас шапки. Я вообще не могу. Мне вообще жаль его ушек. Они, наверное, жалеют, что достались Игорю. Почему мы другим кому-то не достались, кто любит шапку носить? Казахстане уже отмерзли. Что? В Казахстане отмерзли? Они тебя не чувствуют больше? Я вообще, знаете, на него смотрю, всегда удивляюсь. Он очень тонко всегда одевается. Зимой он зимняя обувь вообще не в курсе, что такая существует. София, осторожней. Осторожней, пожалуйста. Он вообще не в курсе, что такая зимняя куртка. Ну, ладно, куртка, ладно, окей, носит зимняя. Но зимняя обувь, шапка. Он вообще такое не носит. Да, сладкий? Где в зоопарк? В зоопарк? Так мы не в зоопарк проехали. Мы переехали в замок. Посмотреть замок? Зачем? Зачем? Просто погулять, посмотреть. Мы купили с собой выпечку. Заехали в булочную, купили выпечку и сделали чай в термос. Поднимемся туда, будем перекусывать. Вот так вот. Беру вас с собой, в общем. У меня дышка, как у злоядного курителя. Хотя никогда в жизни не курила. Посмотрите. Какая красота. Заходим в территорию. Пошли. Сейчас, наверное, перекусим горячим чаем. О, сразу тепло. Здесь нет ветра и сразу тепло. Ветер очень холодный. Там у нас вот внизу, мы внизу живем, вообще солнечно, тепло. А здесь как будто, блин, минусовая погода из-за ветра. Я не касту в самокате. Ты меня прокатишь на самокате? Да. Тать, ты не сможешь меня прокатить, пупсик? Нет. Мама тяжелая, большая. У мамы жопы толстая, Тать. Здесь вот такое вот импровизированное местечко для отдыха. Тут вообще-то ресторан, но он закрыт на ремонт. Видите, здесь стулья, стол. Люди сидят обычно здесь, едят. Мама будет Брецель. Софика будет Берлинер. С шоколадом. А у Игоря вот булка с салями и сыром. Ну и еще что-то. Кто будет? Это папа будет, дочь. Это папе. А мама Брецель будет. Это мама. Это мама, да. Вон у нас в термосе чай. Ты налил чай? О, кипяток. Дочь, подожди, кипяток горячий. Пока чай стынет, давайте как раз вам покажу виды. Какие-то вот виды сверху. Мы поднялись, получается, еще выше. Здесь вот такая вот рассмотровая площадка. И вот посмотрим. Вот такие вот здесь виды. Скажите, красиво? Очень, да? Шикарно. И можно там еще на смотровую площадку. Ну, просто будет видно на другую сторону города уже. А высота тоже самая, в общем-то. Я здесь, дочь. Ты меня потеряла, что ли? Я снимала видео, дочь. Вот там я поднялась и снимала видео, как выглядит там. Все, я теперь к вам пришла. Пойдем. Пойдем. Ты чай пила? Нет. Горячий, что ли, еще? Да. Мы спустились уже вниз. Идем к машине. И София мне говорит. Мама говорит, давай я тебе песенку спою. Идет и песни мне поет. Я. Я. Пойдем, пойдем. Я начала ей петь про гуся. Два веселых гуся жили у бабуси. Она говорит, нет, нет, я, говорит, буду тебе петь. Не ты, говорит, пой, а я буду петь. Слушайте, идем мы, идем. И Игорь мне задает вопрос. А это, говорит, что такое? Посмотрите, вот высокая сосна. Ну или ель, это сосна. И посмотрите, вот это вот, что это? Кокон или что это такое вообще? Расскажите. Или это птицы собрали? Что это? Кто знает? Я вот приближаю камеру. Все равно не могу понять. Подальше тоже не могу понять. У меня зрение плохое. Но она прям очень бросается в глаза. Прям крупное. Смотрите, вот смотришь, смотришь и хоп. И видишь, что на дерево что-то вот. Какое-то образование. То ли птицы собрали, то ли... Что это? Слушайте, вы все знаете серию Гену и Чебурашка. Где есть момент, Чебурашка говорит, а давай, я понесу все чемоданы, а ты, говорит, меня. Кто знает? Напишите, пожалуйста, в комментариях. То же самое сейчас произошло с Лософией. Мама говорит, понеси, говорит, меня на ручку. Я, говорит, устала. Я говорю, доча, это я же несу твой самокат, говорю. А у меня как раз он был в руках. А давай, говорит, я самокат буду держать, а ты, говорит, меня. И сразу мне вспомнилась эта серия с Чебурашкой и Геной. Пришли в магазин усадьбы с мамой. Мама выбирает вон цветы. Вот уже сколько выбрала. И георгин, и гладиолусы. Цены такие доступные. Ну, пока по старой цене, видимо, вообще доступные цены в усадьбе. Вот, смотрите, георгин, смотрите, за 290. Одна штука 265. Вот, Лили по 80. Я в том году, по-моему, и подороже еще покупала, мне кажется. Почему-то думают, мне кажется, подороже. Конечно, даже удивительно. Но разнообразно, вот, выбора много. Мама не может никак еще остановиться. Все ходит, выбирает. Даже и комнатная есть. Пошлась теперь к розам. Но розы еще много выбора нет. Что, розы теперь выбираешь, что ли? Розы выбираешь, что ли? Да, смотрю. Какие? Ну, розы вот 520. Вот такие уже, видите. Да, 295 он. Разное есть. Хоста. Вышли в магазин. Когда в магазин поднимались, мама потихоньку поднималась и поднялась. А сейчас тоже осторожненько спускается. Еще гололед. Вот, все тает, подмерзает. Да, Маис? Да, да, да. Да, да, моя красавица. Сегодня такая погода чудесная, мои дорогие. Ай, шикарный солнышко. Везде потаивать начал. Дети, он как бы, играют. Скоро уже закат. Ну, снега, много, много, много. А Никай, ну-ка, прямо иди. Ну-ка, как подиуми. Ну-ка, подиуми иди. Прямо, прямо. Не быстро? Прямо. Всем привет с воскресенья. Мы едем сейчас на день рождения. Мы приглашены на день рождения моей подруги. Николета ее зовут. Вот, она отмечает в ресторане. Вот мы поехали отмечать, в общем-то. Выезжаем всей семьей. К сожалению, у нас не получается детей оставить родителям Игоря. Домой приеду, расскажу вам, почему. Сейчас так это. Ну-ка, ладно, в общем-то, сейчас скажу. К сожалению, мама Игоря заболела модным сейчас нынче болезнью, вирусом. Вот. Ку-ку. Поэтому она на карантине. Так и называй короной. Так и называть. А вдруг меня заблокируют? Ку-ку. Ютуб не любит это слово. Ку-ку. Ку-ку. В общем, едем всей семьей. Я даже не знаю, как у нас это все получится. И Данил, и София. Вообще, первые так вот вчетвером выбираемся куда-то. Купили тюльпанчики. Софика будет дарить тюльпанчики. Ну, и деньгами подарим, конечно же. Хэппи бёздэй тю ю. Хэппи бёздэй тю ю. Хэппи бёздэй, Николета. Хэппи бёздэй тю ю. Пришли с магазина. Мама рассматривает свою покупку. Чё, покажешь, чё купила, какие цветы? Вот герьяные купила. Белый. Давай покажем. Вот такой сорт. На прошлом году я посадила. Тоже отсюда я брала. Да, в усадьбу. Ну, хорошо цвела. Что-то на зиму, что-то высохло. Корень высохла, да? Да, да. Не получилось. Вот хотела в нынешнем году. Заново вот решила, говорит, любит белый цвет. Да, белый. Хороший, понравилось. Вот брала. Да. А потом лилия брала. Большие, крупные. Да, вот жёлтый цвет она сделала. У неё разные у тебя лилии же. И белый есть. А потом как-то рыжоватый вот этот у тебя есть лилия. Ань, я перебью уши, наверное, получается. Между прочим, я тоже, помните, я показывала тоже георгены, там, как пионы, сорт вот покупала, тоже белый. Правда, тоже не перезимовали. Они почему-то высохли. И у меня свои бордовые, красные сохранились, а вот тоже вот какие сорта все нет. А, ещё чего купила, да? Это галидол. Галидол, да. Смотри, мам, не сломай, отросток хороший. Да, да, да. Вон прям. А, нет, это у тебя лилия, мам. Ну-ка, держи. Лилия? Нет, вот это лилия. Держи-ка пакет. Ну ладно, не надо. Ну да, я покажу. Это лилия. Это мне галидолус. А вот галидолус у тебя, смотри, чтоб не сломался. А вот галидолус у тебя наступила. Два вида, по-моему, вот. Вот такие. Вот этими осторожно быть на... И келли. Это вот они. У тебя лилия и келли. И келли двойной. Вот это лилия. Нет, 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 нет. Вот сказали в холодильнике. Что будет? Все будет хорошо, сказали. Вот не дают холодильник положить. В магазине сказали, что надо, чтобы сохранить поздняя весна. У нас поздняя весна в этом году получается. Говорит, в холодильник нижнюю полку положите. Не дают, говорит, замерзнет. Говорит, не замерзнет. Логурцы и помидоры в холодильнике же не замерзает. Как может замерзнет? Вот не знаю, разрешите или нет. Разрешите ли свою комнату? Что будет? Еще вот она купила. Интересовалась, вот купила еще. Рассады помидоров. Рассады разные, помидоры. Давай, покажешь. Разный сорт. Ну, читай свои сорта. Куклы Маши. Какой Маши? Какой Маши-даши? Ну, давай вот это. И опять только куклы. Розовые, малиновые. Да, розовые. Кабачок вот купила, желтые помидоры, кабачок-банан. Только сажай рассаду. Вот, если здоровый есть, уже буду. Алло, что все хорошо будет. Ну что, мы дома. Приехали домой. Все прошло вроде бы хорошо. Конечно, капризничали немножко, но ничего страшного. Таскали Данилку по очереди. То у Игоря был на ручках, то у меня. Ну ничего, все прошло хорошо. Но, что было неприятно сегодня. Там, в этом ресторане, в китайском, есть детский уголок, где детки играются. И Софика там игралась вместе с девочкой, которая тоже была в нашей компании. Дочка наших знакомых. Она следила больше за ней, потому что она старше Софики. Ей 6 лет, а Софии, как вы знаете, 2 готика, 8 месяцев. И там один мальчик, который вместе с ними играл. Очень немножко такой агрессивный, скажем так. Софику ударил по лицу, поцарапал ей все лицо. И укусил в лицо. У Софики теперь отсутствует немножко кожи на носике. И на лице прям такие глубокие царапины, аж до крови. Было, конечно, не очень приятный инцидент. Я подошла к папе этого мальчика. Говорю, вот ваш мальчик туда-сюда так делает с детьми. Там и другая мамочка подошла. И знаете, что его был ответ? А что, говорит, я сделаю? Это же, говорит, дети. Ну, я говорю, ну хотя бы сказать ему, что так нельзя делать. Ну, как бы, если вы ему это не скажете, он будет думать, что это нормально. То есть, если бы, например, Софика такое сделала, другого ребенка ударила или что-то сделала, я отругала бы Софию. Я бы сказала, София, так нельзя. Даже если вот в песочнице бывает иногда, тогда София так в воздух кидает песок на улице. Я сразу ей делаю замечание. Говорю, доча, так нельзя делать, потому что этот песок может на кого-нибудь попасть. В глазки попасть или на волосики попасть. Это не очень хорошо. Так нельзя делать. И она перестает это делать. И тут тоже, как бы, как минимум, можно было бы сказать этому ребенку, что нельзя такое делать с детьми, надо дружить, нельзя обижать никого. А он говорит, а что я, говорит, сделаю? Это же, говорит, дети. Он даже не сказал ничего. А что я должна? Я бы подойти к этому ребенку по жопе, что ли, должна дать или что? Ну, вот так вот. Сейчас я вот дезинфицировала Софии Кирану. Сейчас она вот в гараже с папой уехала. Там Игорю, там кое-что надо быстренько было сделать. Прям не работать, а вот что-то там сделать ему. И она решила с ним поехать. Вот приедет домой, я вам покажу. Ну, может, конечно, покраснение немножко спало, потому что я там дезинфицировала и сразу нанесла Бепантен. Он и дезинфицирует, и успокаивает рану, да? Поэтому вот может быть получше. Ну, вот приедут, я вам покажу обязательно. Вот посмотрите на лицо Софии. На носу вот он содрал прям кусок кожи ей. Смотрите, прям куска кожи нету. Он под глазом аж до крови поцарапал. Тут вся щека, посмотрите, что он сделал. Так вцепился в нее. Лобик. Ноченька, подожди, подожди. Дай покажу тетенькам. Расскажи тетенькам, кто тебя так обидел? Это мой мальчик. Ну, тебя не видно? Стань сюда. Нет. Расскажи тетенькам. У меня мама десетка. А кто так сделал, моя радость? Это мой мальчик плохой. Мальчик плохой так сделал, да? А что он с тобой сделал, мой пупсик? Что он сделал? Вот так он сделал тебе. Ты потом плакала, моя радость? Да. Мама, папа, меня обидел мальчик, да? А что мама сделала, моя радость? Пожалела мою сонечку. Посмотрите, что сделал. Как надо было вцепиться? Как надо было вцепиться, что аж до крови? Кучок кожи оторвал. И ладно, я говорю еще раз, повторюсь. Подожди, подожди, мой пупсик. Ладно, между детьми действительно бывает тяпкая. Но меня поразил ответ отца этого ребенка, когда он сказал, ну что я сделаю? Это же, говорит, дети. Ну, то есть, ну пусть пиздит дальше, да, детей других. Уродует лицо. Вполне возможно, что на носу у него останется шрам. Потому что там нет куска кожи. Это не царапина, это ничего. Прям там куска кожи он содрал. Там где-то 5 мм на 5, где-то вот такой островок, нет кожи. Вот это представляете? И там еще одна мама стояла, вот пришла с жалобой. То есть, другого ребенка что-то тоже сделал. И ничего. Это что такое? Это мне колокол удивились. Молочко? Ну, для кого это молочко? Это бебика. Бебика молочко? Это не твое молочко, да, для бебика? Да. Вот он, твой бебик. А кто тебе подарил этого бебика? Это для... Кто подарил? Ника? Николета. Николета. Моя подруга подарила ей подарок, который еще она купила ей для Рождества. Представляете, мы давно так с ней не виделись. Точнее, мы с ней виделись, но никак не получалось вместе с Софикой нам увидеться. Это соль. Это соль. Да, и еще ей она подарила вот такую игрушку. Здесь как бы тостерница, посмотрите, делает тосты. Это все здесь дерево, вот такие хлебушек, тост. Ну, то есть, такая причиндала для кухни. Еще что-то нам, яичница. Покажи, покажи, сладкий. Бутерброды, чтобы делать, да? Ты бутерброды делаешь? Да. Вот. Кто тебе это подарил? Это мне Николета. Ника? Николета. Николета. Она все время забывает ее имя. Вот такие вот мы подарочки сегодня получили, да? А что ты подарила Николете, сладкий мой? Что ты Николете подарила? А что ты ей подарила? Цветочки. Цветочки ты ей подарила. А что ты ей сказала? Alles good. Alles good. Это всего хорошего, тут говорят обычно.